Итак, мы продолжаем 9 главу, которую мы на самом деле только-только начали в прошлом уроке. 466-я страница, с начала главы 3-я строчка. У вас в тексте, наверное, со слов это значит, если читать на русском, но нефиг читать на русском, учить иврит. Потому что когда смотришь на ивритские буквы, даже если их не понимаешь, это очень профилакционно помогает от гриппа. Это я только что придумал, но надо же доверять, да? Так вот, мы начали на самом деле очень сложную главу. Сложная глава, потому что она говорит о вещах, ну в общем-то не очень, к сожалению, наверное, все-таки, не очень практичных для нас. Из-за того, что в прошлой главе мы закончили говорить о том, что такое высшее, что такое низшее от шуба, это все уже объясняли, и о низшее от шуба Алтареба говорит просто вкратце, в самом конце главы, именно потому что в нашем простом понимании тшуба это ну никак не назовешь. Почему? Потому что в дословном переводе обычно мы переводим тшуба это раскаяние, здесь говорится покаяние, возвращение мы перевели, что вернуть букву Эй на место. Так или иначе, когда мы говорим о матшуе, мы говорим о исправлении чего-то, что мы сделали. Как на абсолютно материальном уровне, что я больше не буду кушать ни кошерные котлеты, как и на духовном уровне, что я не буду там пренебрегать временем, которое у меня есть, чтобы использовать назначение для изучения Тора. И это все правильно работает, даже вплоть до такого высокого уровня, которым мы называем тшуба ТТА, низшая тшуба, это значит, что она низкая. Идет речь о абсолютно духовном эффекте, который произносит, хотя она не называется полная тшуба, полное раскаяние, полное возвращение, но идет речь о чем-то, что вот в моем понимании это и есть полная тшуба. Потому что то, что Алта Ребен называет низшей тшубой, это полное возвращение к балансу мироздания. Как мы говорили, что тшуба необходима тогда, когда мы грешим. Мы грешим и тогда забираем одну букву из этого общего, общей матрицы мироздания, в данном случае створяется буква Гей из имени Всевышнего, и полноценная тшуба, это когда мы возвращаем эту букву Гей на место. Или если говорить в каббалистических темнах, то присоединяем низшую букву Гей к аспекту эмоций, к букве ВАП. То есть четырех буквами Всевышнего, вспомните, это буква Юд, буква Гей, буква ВАП и буква Гей. Буква Юд это хохма, это мудрость, это идея, точка, с чего все начинается. Буква Гей это бина, к которой мы сегодня обязательно еще вернемся. Понимание или Юд это мужское начало, Гей это женское начало. Буква ВАП, гематрия, которая 6, это эмоциональные аспекты. Так делятся все 10 сферок. И буква Гей последняя, четвертая, вторая буква Гей, четырех буквами Всевышнего, четвертая в этом слове, это речь, это уже передача информации. Это то, как Всевышний творит этот мир, наговаривая этот мир. Когда мы что-то нарушаем, мы отрываем эту букву Гей, и как все остальные буквы, с ее места, и нарушаем весь баланс мироздания. Тшува, это вернуть это на место. Это нужны абсолютно нечеловеческие усилия, максимально доступные для человека, когда мы можем своим действиями, своим мыслями, своими эмоциями, всем, что мы делаем, модифицировать создание мироздания настолько, чтобы появилось опять то место, откуда мы эту букву забрали, потому что в тот момент, что мы ее забрали, в этот момент все мироздание сотворилось заново, и этого места уже нет. Его нужно возвращать на место. И это то, о чем говорит Алтареба, когда он говорит Ниша Чува. Ниша Чува в моем понимании, то есть я вообще не могу себе представить, что может быть больше, чем Ниша Чува. Именно поэтому в конце прошлой главы, в конце 8, 4, 66 страница, в конце 8 главы Алтареба буквально вскользь говорит о том, что называется Высшая Чува. Почему? Потому что Высшая Чува, это уже после того, как все исправили. Соответственно, Чува, назвательное, что ты исправил? В чем ты раскаиваешься? В чем покаяние? Тут же ничего подобного нет. И поэтому Алтареба нужно эту 9 главу посвятить тому, чтобы объяснить, почему это все-таки называется Чува, или с чем кушают это состояние, которое мы называем Высшей Чувой. Потому что в простом человеческом понимании Чувой это не является. Но поэтому эта глава достаточно сложная. Потому что, как ни прископно она в этом говорит, но она говорит о материях, о материале, который к нам, ну, по крайней мере, ко мне. Я, конечно, не буду говорить о Бате. Батя у нас святая, да, Батя? К вам это имеет, наверное, отношение. Ко мне это не имеет никакого отношения. Это идет речь о, если говорить о праздниках, то это постоянное состояние праздника, полное единство низшей буквы А и буквы ВАВ, то есть речи и эмоций, или состояние, которое даже, может быть, объясню, что имеется в виду, перепрыгнуть БАЛАЙ Чува, те, которые раскаялись. По простой физике мы стояли ниже, мы прыгнули выше, да, то есть амплитуда, пружина у нас выше, заносит нас выше. Но поэтому у нас есть возможность это высшить Чувы. Я думаю, что на самом деле это состояние, оно придумано для того, чтобы показать, что уровень, который может достигнуть раскаившийся, он выше, чем правильный, потому что для правильника это состояние статичное, а БАЛЬ Чува, он перепрыгивает дальше это состояние. И то, что мы объяснили в конце прошлой главе, что это состояние полного перезапуска эмоций, эмоций, которые напрямую выходят из интеллекта. Что, давайте на секунду для того, чтобы понять, что мы будем говорить дальше, задумаемся, вы просто человек, что значит эмоции, которые являются результатами интеллекта? Что пробуждает эмоции в человеке? Не волнуйте, не стесняйтесь. Батя, я сказал, вы святая, можете говорить свои мысли. Ну, собственно, я тогда вот точно не буду. Хорошо, не святая, говорите. Нет, я просто думаю, что когда человек при помощи интеллекта что-то исправляет, и настолько сильно, и много, часто, не знаю, что это становится его как бы второй натурой. Окей. Не надо думать, чтобы сделать хорошо это становиться. То есть он уже один раз... Замечательно, это конечный этап. Откуда, вот, как можно понять, что эмоция происходит в интеллект? Откуда вот человек появляется эмоция? Например, возьмите любую эмоцию. Например, ну, страх, допустим. Чего вдруг человек боится? Он же был в этом состоянии. Это осознанный страх. А знаете, я вот на Шаврске был, я на Фарбрегене, мы здесь после Шаха, если мы Шаха Семинска говорили об этом, что Рафштайн, у моего учителя на Фарбрегене, потом это уже записано, можно почитать его, я, правда, ну, только на видите, есть книжка, запись его Фарбрегена, спросили, один человек спросил, как знать, или у тебя есть богобоязненность, или ты боишься бога или нет. Как знать, ты боишься бога или нет. Ну, Рафштайн, он очень такой, он никогда грубо не говорит, он говорит всегда тиким и спокойным голосом, но, как говорится, Рафштайн говорит мало, он говорит смачно. Он, когда вот такие вещи его спрашивают, он может ответить так, что жалко, что ты его когда-то спрашивал. Он сказал этому человеку, он сказал, что 100% у тебя нет богобоязненности. Человек, который пытался показаться очень религиозным, он спросил, как я, меня волнует этот вопрос, почему сразу нет. Он говорит, послушай, когда ты встречаешь волка в лесу, у тебя не возникает вопрос, ты боишься волка или ты не боишься волка, да? Да? То есть, это естественное состояние. Если у тебя возникает вопрос, боишься ты бога или нет, ты его не боишься. Потому что идет речь о том, что это должно быть в естественном состоянии. Страх вырабатываться, когда мы видим что-то объективное, что нас пугает. Это не потому, что... То есть, можно, конечно, через neuroscience разобрать это все, в конце концов, да, это какие-то, мы об этом уже говорили, это какие-то инстинкты, какие-то импульсы, которые идут из нашего интеллекта, но то, что пробуждает эти импульсы, это не потому, что ты осознал, что ты боишься волка, а то, что ты увидел волка, это то, что пробудило твои эти импульсы и пробудило твой страх. Это то, что мы говорили, мы сейчас вернемся к этому. Это мы говорили на прошлом уроке. И поэтому, это на самом деле, любовь ко Всевышнему, трепет перед Всевышним. Есть у нас простое, естественное состояние того, как мы боимся. То, что говорили мы с вами на прошлом уроке, что Чува и Ла, вот эта высшая Чува, это состояние, в котором вырабатывается не естественная любовь и трепет, а интеллектуальная любовь и трепет, или назовем их осознанным. То, что мы просто боимся Бога, это нормально. Человек осознанно боится чего-то страшного, боится наказания. Любой человек боится Бога. Тот, который не боится Бога, это тот, который придумал себе какого-нибудь Бога, которого он не боится. Но по большому счету, каждый человек боится Бога. И я понимаю, что на русском это не совсем правильно звучит, хотя я специально упоминаю это слово бояться, потому что правильно говорить, культурно говорить, трепет перед Богом и так далее. А я говорю именно о боязни. В конце концов, любой человек понимает, что могут дать по башке. И как бы ты не выпендривался и говорю, я свободный человек и ненавижу всех писатых, сегодня буквально просто у меня был разговор, где женщина говорила о том, что она не верит в Бога, потому что писатые такие-то, есть писатые. Я некоторых из них тоже не люблю. И некоторых не писатых не люблю. Но, во-первых, я это не проявляю, потому что я заповедь любить своего ближнего. Если я не могу любить, то я, как говорится, отойди от трансформатора, будь умнее. Но какая связь между Богом и писатым? А, вы все писатые, то-то-то. Но потом выяснилось, что мы все писатые, не служили в армии, хотя она в армии, естественно, тоже никогда не была, в отличие от писатого, который с ней разговаривал. Но не суть важна. Но проблема заключается в том, что мы придумываем, когда мы говорим, что мы не верим в Бога, не боимся в Бога, мы придумываем себе в своем человеческом понимании что-то, какую-то форму, какую-то заключаем в эту рамку, какую-то себе дефиницию, где мы соглашаемся с самими собой, что в это мы не верим. Потому что, если мы выйдем за рамки этого, то тогда становится опасно, потому что может понравиться. Как я уже приводил пример, много лет назад у нас была там одна бармица, где мама мальчика категорически была против того, что-либо делать, и меня доставало. То есть началась, она была когда-то на другом мероприятии на синагоге, и она началась, эта бармица с того, что она мне позвонила и сказала, я хочу, чтобы пришли к нам в русский саду провести бармицу, но я знаю, что вы не ходите, а в синагогу я не хочу идти, потому что в синагоге плохо, но мне у вас в синагоге понравилось. Я говорю, неважно, как я зовут, а чем я могу в данном случае вам помочь? Вы определитесь как бы. Ну, короче, понятно, что в конце концов сделали бармицу, она нервничала всю дорогу, что всем будет плохо, всем в конце концов было хорошо, родит папа с этим мальчиком, все дедушки, потом в конце этой бармицы, в конце шабуса, естественно, Марат, пусть поправляет, побыстрее подходит, говорит, ну, идемте, сделаем, ну, хайм, киду шклак, тут выбегает эта мама с женской стороны, говорит, быстро все вышли из синагоги, мы идем в ресторан. Почему она так испугалась? Почему? Потому что им понравилось. Это может понравиться, может быть хорошо, и тогда весь свой стигматичную рамочку, которую ты придумал себе, что в синагоге плохо, что Бог плохой, Бог он писат, или еще, или от него воняет, или он не служит в армии, или они не знают, что с тебя было, оно разрушается, и у тебя уходит почва из-под ног. Теперь, естественно, и на самом деле эта женщина, она очень боится Бога, и очень верит в Бога, она просто боится еще больше того, что что-то нужно изменить, что-то, что может понравиться и захотеться поменять. Но, все, что вот это мы сказали, естественный трепет перед Богом, естественный любовь к Богу, и когда мы обращаемся, и так далее, обижаемся на Бога, и не согласны, это наше естественное внутреннее состояние. Алтар Аббе говорит совершенно о другом. Он говорит о том, что неестественно, о любви и трепете ко Всевышнему, которая проявляется за счет нашего интеллектуального состояния. Когда мы не боимся волка, потому что мы его увидели, а когда наш интеллект настолько реалистично представляет себе этого волка постоянно, что мы постоянно боимся. То есть, идет речь о развитии нашего интеллекта, который сам по себе пробуждает эмоции. Понятно ли, о чем он говорит? Да. Окей? А я объясню. одно дело бояться Бога, когда ты его увидишь. А другое дело бояться Бога, когда его даже не видишь. Одно дело бояться Бога, когда ты сидишь в окопах. Да? Да. Там все боятся. у меня есть у меня есть одна знакомая еврейская женщина, которая там была такая очень проеврейская, все там вроде так в еврейском мире общается, связанно с еврейским миром. И она мне как-то говорит, я так боюсь летать, я когда самолет взлетает, я сказал, да, я сижу и крещусь. Я говорю, вы что, вы же, это же типа, да, вообще. Он говорит, на всякий случай. Да? То есть, человек очень боится, боится, to cover all the bases, как она сказала. Человек настолько боится летать, что это очевидное состояние. Или, когда мы постоянно очень любим Бога, где? В казино. Да, мы молимся, о, пожалуйста, пожалуйста, Бога, и так далее. Вот там я не задумывалась, надо подумать. Это, это, это наше природное состояние любви к Богу, боязни перед Богом и так далее. То, что Галта Рэбе говорит, это представитель, что это постоянное казино. Находиться в постоянном состоянии осознанной любви и требования к Всевышнему. Я понимаю, где тогда разница вот через интеллект или через эмоции? То, что постоянное, Очень просто. Эмоции, это, эмоции, это я вижу волка. Ага. Интеллект, это я постоянно, у меня в голове видение волка. Бог, не дай Бог, что волк как волк, имеется в виду, что я постоянно, мы будем говорить, что имеется в виду. Я настолько концентрирую, настолько анализирую то, что происходит здесь, что для меня очевидно, постоянно любовь трепет перед Богом. И это состояние, которое вырабатывается с помощью высшей тшу. И поэтому на прошлом уроке мы с вами сказали, Алтаребы приводят здесь цитату и зору, объясняющую заповедь, если вы помните заповедь про птичку. Помните заповедь про птичку? Угу. Что нужно, когда кто хочет взять яйца, нужно сгонять птичку. И эту цитату он приводит и объясняет зора, что тшу вайла, это высшая тшу, это как мама, которая кудахчит над своими птенцами и яйцами. Мы объяснили с вами в прошлый раз разница между птенцами и яйцами, что яйца это птенец только взорвыши. Это тот потенциал, который заложен в нашем интеллекте. И для этого нужна мама, чтобы яйцо нагрелось и нашло, как он называется, птенец, он уже вылупился. И это уже то состояние, когда уже рождаются интеллектуальные любовь и трепет. Но для того, чтобы не повезти, нужна мама, а что мы называем с вами еще в прошлой главе? В прошлой главе мы объясняли, что бина, вот это понимание, через которое идет весь ребут после того, как мы, это максимально когда мы достигаем с помощью тшу-ва-э-ла, высшей тшу, сейчас объясню, как графически это происходит. Это и есть мама, это и есть женское начало. Помните, когда мы говорили вдохнуть меня обратно? Это то состояние, из которого выходит идея выдыхания, откуда приходят сущности вышнего. А дальше это уже одевается в рамки речи, это уже буква А последняя, когда творится весь материальный мир, но сущность происходит именно от бина. Теперь, если вы вспомните, как вылетает четверть буквы, но именно все вышли, последняя буква А, мы сделали тшу-ву, тшу-ва-те-та-ани-ша, буква А притянула обратно к этому имени. Мироздание вернуло свое первичное состояние по отношению к нам. Дальше идет буква ВАВ. Буква ВАВ это эмоции. И тогда с помощью этих эмоций мы присоединяемся к следующей букве, второй сначала, это тоже буква А, которая есть в бина. И от этой бины спускаются новые эмоции. И это, то есть, это бина, это птичка. Эти эмоции и действия это птенцы и яйца, которые порождаются теперь заново только из интеллекта. До этого мы шли снизу вверх. Это были эмоции, которые были вызваны внешними факторами. Они, мы их настолько подчинили своему интеллекту, что смогли вернуться в состояние интеллекта всевышнего. Если вы вспомните, что мы говорили в прошлом главе, что состояние высшей чувы, это состояние, когда мы изучаем, делаем заповеди всевышнего, мы и есть проявление напрямую всевышнего. То есть, мы вернулись к состоянию интеллекта и теперь идет дорога обратно. Сверху вниз спускаются новые, рождаются новые эмоции, но только они приходят не снизу вверх из каких-то внешних факторов, а от сущностей мироздания. Это порождение новых, это и есть порождение новой интеллектуальной и интеллектуальной и дерева любви и трепета. И поэтому мы называем это мама, которая сидит над своими птенцами яйцами. Бина, которая порождает что-то новое. И это совершенно новое состояние человека, это полный перезапуск эмоций. Теперь, я хочу здесь обратить внимание, что, несмотря на то, что Алтараби говорил, что человек не может исправить свои эмоции, а может только научиться, то есть, развить свой интеллект настолько, что он сможет их контролировать. Именно поэтому мы говорим, что то состояние, о котором мы говорим сейчас, оно запредельное. Это состояние, которое простыми силами возможностей, это должно быть какое-то движение сверху. Движение снизу, это все, что подвластно нам. Движение сверху, это не наши привилегии. Это состояние цадика and above. Above царик, это большого, раскаившегося, который поднялся на состояние высшей цивы. Вспомнили? Это пока же повторение того, что мы говорим. Давайте продолжим читать. Мы читали это предложение, просто чтобы, так сказать, напомним все, продолжим отсюда. Дагай, но другими словами. Когда человек задумывается о величии Всевышнего, углубленный своим разумом, и из духа понимания рождает дыхилу, и рахиму, любовь и трепет, трепет и любовь с ихлием, интеллектуальной, с хорошим пониманием и осознанием. Давайте сначала объясним это глобально, то, что мы прочли, а потом попробуем это спроецировать на более частный вариант. Что имеется в виду? Как мы объясним технологию? Человек достиг уже, уже присоединил эту букву A. Затем его интеллект все больше и больше углубляется, и когда он понимает, это вырабатывает у него новые нормы поведения. Новые нормы поведения, они и определяются любовью и трепетом ко Всевышнему. Это происходит не потому, что так написано, не потому, что это становится для него естественно, он переходит в состояние интеллектуального естества. А вот это вот смысл и понимание, это уже те эмоции, которые это наполняют. Что не только ты понял, что это нужно делать, ты это делаешь в прямом смысле, с большой эйфорией, ты понимаешь, что это нужно делать. Теперь, если, это мы говорим на глобальном уровне, потому что, великим правильником или раскачивающихся, которые достигли этого уровня, но даже на простом человеческом смысле. Ну, давайте сначала приведем отвлечу, например, пример, который мы приводили с вами на прошлом уроке из-за психто-деракана. Да, на прошлом уроке мы его приводили. Помните про поводу ягненка, который стоит на крыше? Нам говорят, что ягненок, который будет стоять на крыше, у края крыши, он не спрыгнет, потому что у него есть животный инстинкт. Он понимает, что ребенок, который никогда на крыше не был, никуда не был, у него не будет проблемы спрыгнуть. Поэтому мы детей так защищаем, и так далее. То есть, что ребенок, пока он не засунет два пальца в розетку, он не поймет сам, что это не нужно делать. Это не значит, что он такой тупой? Нет, просто этого извилина еще нет. И опыт вырабатывает, теперь он будет задуматься, засовывать ему или нет. Или же родители смогут ему объяснить до того, и он сможет это понять. Но это уже будет интеллектуальный инстинкт. Не просто, это не инстинкт будет, как у животного, а это будет интеллектуально выработанное поведение. Понятно? Точно так же выполнение тора и заповедей. Все точно так же. Если человек задумывается, почему вдруг человек решает выполнить какую-то заповедь. Я иду по улице, не в зуб ногой, ко мне подходит, говорит, Вася, давай денем твилин. Что я делаю? Могу сказать, я пошел нафиг. Чаще так и бывает. Мне понудят, понудят. И я, почему, если я соглашаю, почему я соглашаюсь с этим твилин? Что он тебе оставит? Первое, оставит меня в покое. Это интеллектуально позвать? Или эмоционально? Абсолютно интеллектуально. Если ко мне пристает какой-то писат и говорит, давай, я оденем твилин. И я одеваю твилин только потому, что я хочу, чтобы он меня оставил в покое. Я это делаю осознанно. И поэтому все эти претензии, что хабанники на улице одевают твилин, люди этого не понимают, они абсолютный булшит. Потому что люди, которые одевают твилин на улице, их никто не скручивает им руки, не приковывает ногами к кровати и навязывает на них твилин. Руками нельзя, потому что на руки твилин нужно как же приковать. Понятно, что только ногами можно приковать. Да? Нет, все претензии, что вот они не понимают, что они делают, это неправильно. Whatever it takes, неважно, как осознанно человек оденет твилин, я говорю только об одной заповеди, он делает это осознанно. Первое, и здесь, и здесь уже должна вступать в профессиональная деятельность профессиональные навыки продавца иудаизма. то есть, это простой маркетинг, не важно, что такое маркетинг. Маркетинг, это не заставить все покупать сейчас туалетную бумагу, это социализм, да, и зарплата, которая не нужна, как работает маркетинг, ты должен создать создать demand. Для того, чтобы большой прибыль, нужно создать большой demand. Да, ну просто создать demand. Помните в этом самом, как этот фильм, кошельный, Wolf of the Wall Street. Помните, как он ручку продавал? Он говорит, продай мне ручку. О, это такая хорошая, такая красивая ручка. Он говорит, нет, подходит. Продай мне ручку. Он говорит, хочешь, я тебе дам 100 долларов. Он говорит, да. Запиши мой адрес, куда прийти, забрать 100 долларов. Он говорит, у меня нет ручек. Он говорит, на, хочешь купить ручку? Что здесь произошло? Он создал demand. Абсолютно то же самое выполнение Тории Заповедей. Говорить о том, что человек неосознанно одевает тфелин. Нет, здесь уже идет профессиональная работа продавца иудаизма. Как он продаст одеть тфелин? Кому-то работает занудить так, что уже, а где мне, только ставь меня в покое. Другому, кому-то работают, говорят, о, я рассказывал в примере, когда я еще был молодой, религиозный, ходил вот так вот на улице, одевал людям тфелин. В Израиле, в Иерусалиме в пятницу мы ездили из Решивы, разбивали там стол, выходили и все в центре города гуляют, все школьники и им давали тфелин. Ну, как вы обратили внимание, у меня немножко язык подвешен, да, два человека стояли, занимались техникой одевания тфелин, стола, а я посередине улицы стоял и зазывал. И идет, я рассказываю, идет парень с девушкой в обнимку, такие израильские школьники, полуодеты, я говорю, идем оденем тфелин. Он говорит, тут, значит, девушка, которую он обнимает, говорит, я не помню, какой это называется. Моша, Хайм, и так далее. Нет, Хайм, если ты сейчас не оденешь тфелин, сегодня ночью ничего не будет. Он пошел сразу, ну, вообще не вопрос, он тут же пошел одевать тфелин, он выполнил заповедь, он ее выполнил осознанно или нет? Осознанно. Абсолютно осознанно. Абсолютно осознанно, то есть, для чего я все это рассказываю? Что то, что, казалось бы, мы здесь говорим, то, что нам здесь рассказывает Алтареба, оно вроде бы как-то совсем заоблачное относиться к каким-то высоким, нет, это работает на каждом элементарном уровне. Если ты сможешь, что он здесь говорит, что нужно сконцентрироваться на величии Всевышнего, для того, чтобы породить эти эмоции, осознанные эмоции, желание, осознанное желание выполнить желание Всевышнего. Как мы это делаем? Так, как хочешь себя уговаривать. Скажи, нужно зажечь свечи, потому что будет теплее. Нужно зажечь свечи, потому что будет светлее. Нужно зажечь свечи, потому что такая большая запах. Одна женщина мне сказала, которая ничего не соблюдает, откошировала свой дом. Свой дом и свою дачу в оконах. Все скошили. Ничего не соблюдает. Конечно, там есть проблемы с кошем, но все... Ее спрашивают ее брата, он говорит, чем ты это сделал? Он говорит, я это сделал для своих детей. Пусть они кушают кошель. Это осознанно? Абсолютно осознанно. Это не потому что... И причем, обратите внимание, казалось бы, можно подумать, что это неосознанно, потому что она это не делает, потому что это заповедь Всевышнего. Так какого хрена она, откуда она знает тогда, что это поможет ее детям? То есть, есть глубокая вера в Бога, которая вырабатывает осознанные эмоции, приводящие к выполнению заповедей. Это значит, это значит, что не важно, как мы себя уговорим, как мы уговорим другого, какой мы дадим им интеллектуальную мотивацию для вырабатывания этих эмоций, для проблем, со временем уже инстинктов, это и есть концентрация на величии Всевышнего. Она решила соблюдать кожу, потому что она знает, что Бог большой. Человек одевает филин, потому что он знает, что этот писатый такой зануда, что Бог большой, и он меня отпустит, потому что Бог такой большой. Он оденет филин, потому что он знает, что Бог такой большой, одет на good luck. Даже на good luck это абсолютно осознанное выполнение заповеди. А дальше, вот этот туфтама, который говорит, это смысл и так далее, это уже наши эмоциональные, как мы хотим себе так и объяснить. Что мы хотим, что мы себе и говорим. Поэтому это имеет абсолютно четкую имплементацию к нашему повседневному выполнению заповеди, как мы их выполняем просто каждый день, без проблем. Понятно? Давайте дальше. как, например, выполняем смысл того, что сказано, любить Всевышнего Бога твоего, потому что Он твоя жизнь. Каман, если ты поймешь, что все от Бога, все от Бога, так что? Есть что-то от дьявола? А что от дьявола? Нет, если все от Бога, тогда что же от дьявола? Ничего. Все, ничего. Даже не верили, это тоже от Бога. Даже говорить, я ненавижу писатых, это от Бога. Это нормально, это естественно состоит. Но, когда ты понимаешь, что все от Бога, ну, Каман, если все от Бога, я что-нибудь там не сделаю, я подкину Бога, подкину Богу какую-нибудь запись, схожу в синагогу на Йом-Кипур. Да, сделаю ему даже. Есть, есть такая, ну, молодости, когда... Это от лукавы, это что у Гоев? Это у необразованных. Даже нормальный Гой сегодня понимает, что есть только Бог. И то, что здесь приводит это предложение, это цитата, а второе приводит как пример о том, что просто пойми, что твоя жизнь, ты живешь потому, что есть Бог. И если это вырабатывает, тебе дает, здесь алтаревик говорит о том, какая может быть мотивация. Есть мотивация первичная, базисная, абсолютно эмоциональная. Увидел волка страшно, кто-то умный пришел, помолился. Другая мотивация там, кто-то родился, сказал спасибо Богу. Ну, неважно, какая ты мотивация. А есть мотивация, когда ты сам, тем, что ты задумываешься, почему тебе это нужно, ты приходишь к тому, что на интеллектуальном уровне тебе рождаются какие-то потребности, желания, эмоции, в конце концов, инстинкты. И это уже интеллектуальный подход. В данном случае просто понимаешь, что все от Бога это уже достаточно. А? Теперь. Здесь самое сложное, мне кажется, здесь провести эту грань. Я специально ухожу от возвышенных материи, там, праведников, которые находятся в полном колбасине в единстве с пониманием Всевышнего. Вот где провести эту грань? Я, честно говоря, затрудняюсь это сказать. Где наше выполнение заповедей эмоциональное? Вот где мы проявляем в себе наши природные, естественные боясь Всевышнего и любовь ко Всевышнему, которая заложена в каждом из нас. А где начинается уже интеллектуально? Вопрос только в том, нужно ли проводить эту грань. Нужно ли где-то задавать эти вопросы, нужно ли находить эту грань между эмоциями и интеллектом? Ну, давайте посмотрим. Дальше Алта-Рэбэ говорит что? Вело дай лобе аватив и там и сутерет леватваху. И недостаточно человеку просто в естественном любви, которая заложена в нем и так далее, как мы объясняли раньше. Мне кажется, что Алта-Рэбэ здесь говорит именно, то есть, еще раз, это моя собственная спекуляция уже о каком-то вторичном состоянии. Что я называю вторичным? Нам это немножко сложно понять, потому что здесь никто не родился в соблюдающей семье и с детства ничего не соблюдал. Но мне кажется, что здесь идет речь действительно о вторичном состоянии, где уже для тебя естественно, что ты не кушаешь ничего некошельного. Да, вот ты уже в себе это воспитал. Ты соблюдаешь кошек. И для тебя это естественно. Ты знаешь, даже придешь в некошельный ресторан, ты знаешь, что ты будешь, что ты не будешь. Это естественное состояние. Вопрос, нужно ли на этом останавливаться. Соблюдение. Я объясню, что имеет в виду. Нам немножко Алта Рапе здесь говорит о на самом деле о реформизме. Он говорит о реформе нашего отношения к служению Всевышнему. Где наше отношение к служению Всевышнему папа так делал, мой дедушка так делал и так далее. У меня это естественно. Все четко расписано. Он говорит о том, что нет. Идет речь о человеке, как здесь недостаточно ему естественной любви ко Всевышнему. Что значит естественная любовь ко Всевышнему? Это понятно. Я встал утром, я делал твилины, снял твилины, я помолился, я поучился тогда все идет на автомате нам это сложно проявить еще на автомате у нас никогда не шло все все нужно так перед преодолевать до сих пор преодолеваем боремся по каждой вещи то что вы это алтараб это то интеллектуальное понимание это когда то что у тебя уже естественно тебе недостаточно изначально он говорит о том что в каждом из нас заложено это люди прими естественно любовь и трепи перед всевышним простая от шува максимально то что мы говорим шват это выше ниша чува это когда мы проявляем себе то есть заложен у нас любовь и трепи которые дали нам было еще наши працы она заложена с тем что мы родились и с помощью этого начинаем выполнять тору и заповедь но в какой-то момент это становится на автомате как-то в момент вырабатывается зависимость тогда говорит алтарабе нужно начинать для того чтобы выйти из вот этого замкнутого круга зависимости а попытаться подняться куда-то дальше здесь нужны будут здесь нужно интеллектуально здесь нужно осмысленно постоянно думать что еще можно сделать почему мне нужно это делать и постоянно себя пушить 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 почему потому что на месте стоять невозможно на месте пола там нету помните как мы объясняли букву ей если вы посмотрите на букву ей который мы все время с ней они говорим вот видите букву ей вот видно как саша говорился всякими там форточками буква ей которая два раза упоминается в четырех буквами всевышнего у нее есть во первых посмотрите она такая же как буква head есть только разница в этой форточки маленькой а и у той и той нету пола но здесь и замкнутое пространство право цена слова head на иврите это значит грех грех это то что замкнуло закрывать его пространство не можешь вырваться за рамки того вот вот ты знаешь писатые воняют и все дальше ты двигаться не можешь все буква с другой стороны тоже сам буква х это материальный мир но у нее есть форточка проблема то что нету пола остановиться внизу тут негде останавливаться нужно все время двигаться наверх не факт что ты прорвешься наверх где-то сбоку всегда будет выход на пролом мы не прорвемся но останавливаться ни в коем случае нельзя и мне кажется что на практическом момента о чем здесь говорит алтаре б он говорит о том что в тот момент что вот мы что-то начали делать а вот я делаю я привык одевать филин каждый день есть люди которые это вырабатывается просто как зависимость даже не привычка просто зависимость это замечательно и значит человек изменил свою природу но этого недостаточно это проявление естественной любви и трепета для того чтобы как-то в первый раз мы начали где-то филин было сначала проявление сверху было проявление интеллектуальной любви и трепета которая соединяется с эмоциональной с этой природной так сказать и дальше она становится инстинктом но стоять на месте невозможно мир меняется каждое мгновение нужно все время двигаться дальше поэтому нужно постоянно заниматься этим интеллектуальным углублением ресерчем и так далее для того чтобы постоянно проявлять какую-то новую интеллектуальную любовь и трепет это и есть наша постоянная подпитка от всевышнего как находиться в этом мире как изменять этот мир как делать этот мир лучше понятно дальше продолжим и точно так же во всех остальных эмоциях мы говорили сейчас о любви а точно также и в трепете и в боязни и когда тебе стыдно и тогда чего вдруг тебе будет стыдно когда тебе становится стыдно когда твой интеллект понимает что что-то не так а что стыдно да как сказал один из прихожан я из днепра мне никогда не стыдно да я из днепра мне никогда не стыдно днепрорским не стыдно но на самом деле почему тебе становится стыдно у тебя есть какой-то определенный устой агнитивный диссонанс кто был на на прошлой неделе об этом об этом говорили в четверг на лекциях и туда и сюда непонятно почему потому что интеллектуально ты понимаешь одно эмоционально и вот у тебя стал сталкиваются эмоции и интеллект а но тогда когда ты занимаешься вот этого 3 все постоянно углубляешься к анализируешь то тогда твои эмоции даже на уровне стыда они интеллектуально в крайне по крайней мере в том что тебе стыдно перед богом в конце концов ты делаешь этот стыд перед всевышним это никогда тебя поймали когда ты понимаешь что волк он все время есть я но опять же это интеллект от это уже интеллектуально когда ты понимаешь что бог ясный волк ясный время а за некрэта эм ровец это ли фрухэ это означает мама которая кудахчат над своими детьми почему Потому что мама это бина, это понимание, и вот эти эмоции, которые дальше проявляются, они происходят потому, что ты дошел до понимания, и это понимание, оно уже рождает абсолютно осознанные эмоции, и это здесь идет исправление всего мироздания, бина это и есть, это мама, это кудачащая мама, это бина это и есть перезапуск всего мироздания, понятно? Давайте на этом стороне, чтобы дальше уже более новая тема начнется. Спасибо вам большое, ждем в четверг.